Здравствуйте! Это новости в студии Джамиля Шарипова. Дагестан получил 140 новых школьных автобусов, что позволило обновить региональный автопарк на 57%. Об этом сообщили на семинаре совещания с участием главы республики. После заседания Владимир Васильев осмотрел образцы поступившей техники. На данный момент 136 автобусов находятся в накопителе и готовы к работе. Еще 4 прибудут в ближайшее время. Напомним, данная транспортная программа реализуется за счет средств федерального бюджета. Уже определены наиболее нуждающиеся общеобразовательные учреждения, которым выделят новый транспорт. Основной критерий – это удаленность населенных пунктов, в которых проживают учащиеся от школ, где осуществляется обучение. Напомним, в прошлом году регион получил всего 35 новых автобусов, а за год до этого – 40. У нас недалеко, даже в пригородах Махачкалы, я сама сталкивалась, видела, есть проблемы в этом. Поэтому нам нужно обеспечить безопасность перевозки наших детей. Потому что есть факты, когда стоит автобус старый, а родители жалуются, им приходится перевозить детей самим. В Дагестане уничтожили очередную партию, запрещенной для ввоза в Россию продукции. 800 килограмм замороженной сельди норвежского производства арестовано Махачкалинской прокуратурой на одном из въездных постов столицы. Рыбу транспортировали в Хасаверт, где присутствие понятых уничтожили путем сжигания. Гражданин, осуществлявший перевозку рыбы, был оштрафован. На него заведено административное дело. В этот же день специалистами надзорного ведомства составлены акты изъятия и утилизации запрещенной продукции. 10 лет лишения свободы за реализацию наркотиков через интернет. В Махачкалинской полиции задержан мужчина, который пытался реализовать наркотическое вещество через интернет-сети. Цена такой рискованной сделки 3 миллиона рублей. Кадры оперативной съемки и подробности в сюжете Зумрудгамидовой. Как установили наркополицейские, мужчина организовал бесконтактный сбыт метилэфедрона, который на наркорынке известен под названием «Соль» путем тайников закладок в различных районах города. В момент совершения очередной закладки был задержан нигде не работающий 35-летний махачкалинец. Все приказы отдавал только через социальную сеть, никакого личного общения. Деньги от покупателей наркоторговец получал через электронные платежные системы. За что задержаны сотрудниками наркоконтроля? Задержан. Нашли у меня, да, то, что распространял. А что распространяли вы? Называется «Соль», да. Это наркотический. Проще говоря, вы занимались бесконтактным сбытом наркотиков. Бесконтактным. То есть непосредственно покупателей вы не видели. Вы оставляли закладки? Да. В течение нескольких месяцев мужчина распространял опасный наркотик с использованием виртуального магазина. Специально для того, чтобы скрывать от своей семьи преступную деятельность, он снял комнату в центре Махачкалы, в которой расфасовывал оптовые партии этой самой соли. В его съемной нарколаборатории было обнаружено более килограмма наркотика. С запахом. Для курения. И вот такое устройство. Термопринтер. Для пайки пакетов. На черном рынке преступник заработал бы более трех миллионов рублей. В содеянном мужчина раскаивается, но это вряд ли ему поможет. За совершенное преступление наркодилеру грозит до десяти лет лишения свободы. Я очень жалею и раскаиваю, что распространял. Я как бы не задумывался об этом. Думал, если не я, все равно они реализуют как-то это и распространяют. Я просто, как вам сказать, соблазнился, что деньги начали. Замурод Гамидова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Около 500 высокотехнологических операций были успешно проведены в городской больнице номер 3 в Махачкале. Клиника открылась в начале года и уже успела зарекомендовать себя как медучреждение, способное оказать высококвалифицированную помощь своим пациентам. Для проведения оперативных вмешательств здесь используется самое современное оборудование. Во всех отделениях созданы максимально комфортные условия для лечения и отдыха пациентов. В больнице 150 койко-мест, из них 15 для дневного пребывания. Предусмотрены также вип-палаты повышенной комфортности. Основная часть специалистов клиники являются экспертами в своей области. Один из них – Сапорча Магомедов, кандидат медицинских наук. Он является заведующим отделения хирургии. Мы располагаем тремя операционными залами. Эти операционные залы оборудованы высокотехнологичной аппаратурой, которая позволяет нам выполнять малоинвазивные вмешательства, входящие в перечень, как я уже обозначил, ВМП – высокотехнологичной медицинской помощи. Помимо этого, у нас имеется связь с ведущими специалистами города Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода. В скором будущем мы не будем отправлять уже наших пациентов за пределы республики. Сможем оказывать практически большую часть медицинской и высокотехнологичной помощи у нас в республике. Для этого, конечно, нам нужна поддержка как со стороны Федерального фонда обязательного медицинского страхования, регионального фонда, в том числе и Министерства здравоохранения. Героиня нашего сегодняшнего сюжета – двухлетняя Хабиба Дандашева. У малышки синдром спастической диплегии, задержка психомоторного развития. Из-за этого девочка до сих пор не стоит сама на ногах, ей почти не говорит. Хабиба прошла множество курсов лечения, но, несмотря на это, она серьезно отстает в развитии от своих сверстников. О том, как помочь ребенку реализовать свою мечту и научиться ходить, расскажет Патимат Ханапова. Мы были в шоке, когда ребенок ничего не мог. Маленькой Хабибе всего два с половиной года, а у нее уже целая папка с выписками от походов к врачам. Несмотря ни на что, этот мир она познает с улыбкой на лице и широко открытыми глазами. Дается ей правда, это и не просто с помощью врачей и небезосновательной поддержки родителей. То, что она любит, она любит, чтобы с ней ходили. Идем. Если она не уставшая, конечно, когда уставшая, и тяжело бывает. А так она очень хочет, чтобы с ней ходили постоянно. Во время беременности, признается мама малышке, никаких предпосылок к болезни не было. Вино всему тяжелые роды и врачебная ошибка. Как вышло так, что у ребенка возникла гипоксия при родах, то есть нехватка кислорода, со слезами на глазах рассказывает Татьяна. Беременность хорошо протекала. Так, переход был в 41-я неделя. Нужно было мне делать кисер, мне не сказали врачи. Когда врачи посмотрели, уже были грязные воды. Грязные воды, и они ждали моих родителей. Они подпишут договор, чтобы кисерить. Это было все это время. Она страдала. Пока Хабиба самостоятельно не ходит, но уже ползет и сидит. Играется, реагирует на всякие задания и даже немного разговаривает. Раньше не могла. Мама говорит, положительная динамика благодаря постоянным занятиям. Дома по 2-3 часа каждый день. Но этого недостаточно. Необходимо регулярно ездить на реабилитацию в специальные центры. Врачи, там специалисты говорят, что она очень перспективная. Она очень такая сильная девочка. Она понимает, что от нее хотят. Ей покажешь одну, вторую процедуру. Она понимает. Они говорят, что надо не пустить это время. Надо с ней работать. Если вы будете работать с ней, она у вас поднимется. Пойдет. У молодой семьи пока нет собственного жилья. Живут они на квартире родственницы. Чтобы помочь первенцу, Амин и Татьяна побывали в разных городах. От Челябинска до Москвы потратили все накопления, влезли в долги. И теперь вынуждены обращаться за помощью. Помимо лечения в дорогих реабилитационных центрах, малышке необходимы специальные домашние тренажеры. А они, как известно, очень дорогие. Поэтому глава семьи некоторый из них даже соорудил сам. Увидели, как в реабилитационных центрах. Сказали, если есть, такой можете взять. Решил сам сделать. Конечно, таких сумм нет. Вы сами сделали? Да. Это вот просто обычные доски. На рынке купил. Шурупами прикрутил. Они сказали, как расстояние ног. Как оно, чтобы ноги не сгинать. И вот ее ставишь, и она двумя руками может играть. Играть. И отрабатываешь, например, что-нибудь с ней там скажешь. Дай ручку. Вот так. И там бывают и предметы подаешь, разные предметы, чтобы она в руки переставляла их. Помочь малышке смогут не только врачи, но и каждый из нас. Для этого нужно всего лишь отправить смс на номер 3116 с текстом «Вера» и «Суммой». Для прохождения лечения в Челябинске девочке необходимо собрать 134 тысячи рублей. Тогда обязательно сбудется мечта Хабибы, о которой она пока не может рассказать. По теме от Ханапова, Магомед Магомедов, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Серебряная вилка. Под таким названием в Махачкале ежегодно проходит студенческий фестиваль любительского кино. От мелодрам и ужастиков до философских картин начинающие киноделы представляют свои первые фильмы на суд зрителей и жюри. Оценила работы конкурсантов и моя коллега Карина Баталова. Ей слово. Сейчас зрители смотрят 7 картин, которые попали в финал конкурса. Всего в фестивале участвуют около 30 фильмов. Корнометраж от 5 до 15 минут, то есть это короткометражное кино. Авторами в основном являются студенты дагестанских университетов, которые одновременно являются режиссерами, операторами и монтажерами своих работ. С одним из таких удалось и нам побеседовать. Давайте послушаем. Он называется «Настоящие». Это документальный своего рода фильм, где я задавала вопросы своим одногруппницам, достаточно жизненные и философские, и на которые они давали настоящие ответы и показали себя как настоящие люди. То есть какие они в душе. У фестиваля «Широкая география» работа присылают даже из соседних республик, возможно, так как он является отличной стартовой площадкой для начинающих режиссеров. Фестиваль этот уникален тем, что в нем участвуют ребята, простые ребята, студенты, будущие врачи, инженеры. Но вы знаете, что чем уникальен вот этот фестиваль, который уже девятый год проводится, что из него выросли и профессионалы, режиссеры, которые снимают полный метр. Судьям еще предстоит определить победителей в таких номинациях, как «Лучшая мужская и женская роль», «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа» и «Самому качественному фильму достанется Гран-при фестиваля». Карина Баталова, Салман Гетихмайев, телеканал ННТ, Махачкала. В Махачкале пройдет форум молодых реместренников. На площадке Национальной библиотеки будут развернуты дагестанские подворья. Будут организованы интерактивные творческие кружки и проведены мастер-классы известных ювелиров. Участниками форума станут студенты дагестанских вузов и художественного училища. Основная цель мероприятия – выявление активной и талантливой молодежи. Форум стартует 25 декабря. Дагестан всегда славился своими талантливыми мастерами. Знаменитые кинжалы и клинки наших оружейников прославили страну гор на весь мир. Вот и сейчас кузнечное дело активно развивается в регионе. В частности, большим спросом пользуется художественная ковка. О мастере из Ахтынского района, для которого обработка металла стала делом жизни, превращенным в искусство, в сюжете Карина Баталовой. Кажущиеся легкими, но невероятно прочные элементы ограждения. Мы видим их каждый день, но даже не подозреваем, что предметы такой детализации до сих пор изготавливаются вручную. Вот и мастер в тот же день упорно закручивает очередную завитушку. Ивакованные узоры можно увидеть на многих воротах в Ахты и не только. Я деревянными вещами вначале занимался. У меня никак не шло, хоть палец, как на устар уже стал похож быть. А вот этот, из-за того, что, допустим, долго давать, вот начал, я даже не хотел такими тяжелыми вещами заниматься. Я приступил иметь с удовольствием, а ла-ля, в меня вот это, наверное, вложил. Удачу, допустим, да, удача по этой линии. Та же день испытывает огромную страсть к ручной работе. Именно поэтому 15 лет назад он создал собственную мастерскую художественной ковки, где можно погрузиться в творческий процесс, результатом которого станет красота. Самое трудное – это начало художественности вот этих кованых изделий. А так остальное, допустим, все – лепестки, ромашки, вот эти штамповочные вещи – их добавляем на вкус. Придавать твердому железу дугообразную или изогнутую форму с помощью ковки и ручной обработки – волнующая процедура. Это занятие можно сравнить с тренировкой и физической закалкой. Это вполне не ручной, открутим. Такой начал изделий получается потом. Зарабатывать на жизнь честным трудом и быть полезным – вот главные принципы мастера. Тажетин уверен, что работа руками облагораживает и делает человека лучше. Он хочет также научить этому и молодежь. Последующее поколение, как-то вот я не нахожу подхода, чтобы им понравилась вот эта ручная работа, вот эта художественность, вот эта занятость, вот эта трезвость, вот эта порядочность. И как-то, может быть, вы поможете подключить к трудолюбивости. Кованые изделия отличаются естественностью. Простотой и надежностью, ведь они делаются вручную, без применения промышленных технологий. Пройдет не один десяток лет, и каждое произведение останется на своем месте. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Ахтынский район. И о спорте. Чемпион Fight Nights Алиас Хабхизриев провел мастер-класс в Избербаше. В местном клубе «Боец» спортсмен поделился секретами своего мастерства, показал эффективные приемы и комбинации. Чем еще именитый гость порадовал юных спортсменов, расскажет Курбан Рагимов. Он нокаутировал грозного бразильца Пальхареса и разгромил швейцарского самурая Энамото. Сочетание скорости и левосторонней стойки Алиас Хабхизриева доставило немало проблем бойцам полусреднего дивизиона. На открытой тренировке чемпион лиги Fight Nights показывает весь свой арсенал. Честно говоря, я обрадовался, что дети вот так тренируются, условий нет, но все равно тренируются. Это для ребят и для самого меня, когда я ходил в зал, у нас тоже не было условия. Но мы стремились, видно, у этих ребят будет будущее, поэтому ничего не притяни, показать то, что ты можешь. Мы тоже когда-то, когда были молодыми и когда кто-то мечтали, что кто-то пришел, показал нам что-то хотя бы. Или просто, чтобы пришел, посмотрели на нас, что тренируются, молодцы. Участники мастер-класса внимательно следят за каждым движением чемпиона, старательно выполняют задания. Для этих детей приезд именитого спортсмена стал настоящим праздником. Мне понравилось, как он показал, удушающий прием, который я не знал, не видел ни разу. Надо пробовать на соревнованиях, на схватках. Будем делать. К нам приезжали Рамазан Имеев, Устар Магомед Гаджидаудов, Рашид Магомедов, бывший бойцы УСИ, Расул Саленгирей Расулов. Много бойцов приезжали, что они показывали? Они у каждого своя техника и показывали разные приемы. Мы все запоминали и использовали это все в боях. Мне очень нравится, когда ты усердно занимаешься и потом тренер берете на соревнования и ты занимаешь первые места. Сколько раз? Сколько медалей у тебя дома? Где-то 30 с чем-то. Юные файтеры выступают по самым разным видам спорта. Рукопашный бой, шусь, сандай и грэплинг. Сейчас они готовятся к очередным соревнованиям. Бойцам уже 10 дней помогает Мухаммад Тимеев. Чемпион мира по грэплингу в этом зале самый частый гость. Так как бои – это смешанное единоборство, там немалый акцент удаляется партеру. Именно партер я с ними отрабатываю. Болевые приемы, удушающие, то, что основное, то, что в партере проходит. Первый раз приезжал, они были совсем маленькими. Сейчас уже видно, что они набрали физически, технически уже выросли. Они вот видно под ним. Площадь этого зала составляет около 150 квадратных метров. Он не вмещает всех желающих, поэтому тренировки проводят в 4 смены. Всего здесь занимается около 120 детей. Помещение обустроили своими силами. О переезде в другое место речи нет. На это у тренера Атая Атаева есть свое объяснение. Мы сами в этом зале поднимаемся. Это самый такой зал барракатный. В этом зале я воспитал 15 чемпионов мира. Получается 14 чемпионов России. И у нас, я сам выезжал на Россию, на Европу, на мир. Здесь такой зал, где кузница чемпионов. И чем больше зал будет, чем больше учеников толку не будет. За каждым успевает кто будет. Один там будет, другой там. Здесь все устраивает? Здесь все устраивает. Здесь нормально. С каждого видно, каждый отрабатывает. И каждый настроен на победу. На счету Алясхаба Хизриева 10 побед без единого поражения. После ряда ярких выступлений в лиге Fight Nights, спортсмен готов к новым вызовам. Впереди подписание контракта с сильнейшей организацией мира UFC. Жду предложений за океаном. Сейчас уже визу тоже открылся. И в скором времени вы увидите меня там. После тренировки юные файтеры еще долго не отпускали своего гостя. Причем на расхват был не только сам боец, но и его чемпионский пояс. Курбан Рагимов, Гелач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Избирбаш. Это была последняя информация в этом выпуске. Всех благ вам и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова